я на часик после работы чуть-чуть копнуть и я честно говоря места не выбираю потому что уверен что везде проходил человека и вот интересный сигнальчик плюс 20 и вот такой здесь пейзаж копаю а вот и сегодняшний клад монетка и ну вот таком состоянии но герб здесь просматривается слабо конечно просматривается но герб сто процентов есть советского союза написано ссср а вот номинальчик сейчас я травкой потру и возможно я увижу что это и кто это это 50 копеек восьмидесятого года вот такая вот красавица попалась ну ее я точно восстановлю 50 копеек восьмидесятый год сам процесс нелепого сигнала и копки я не заснял и это опять гильза т.т. дату конечно рассмотреть не удастся но вопрос открыт что они сделают я на часик после работы просто в лес вышел копнуть вот очередная гильза что она сделает какой год мне удалось рассмотреть только звездочку вот год изготовления этой гильзы пока не ясен но возьму с собой от мою интересно это моя копалка на часик я нашел дохлого ежа и одну ложку вот дохлый еж и ложечка 55 копеек должен признаться что эта ложечка звучала как монетка вот ложечка и плюс 20 как монетка дует сильный ветер возможно не будет слышно но вечерние копки после работы закончились потому что темнеет очень быстро и приходится на часик выбираться в обед вот интересный сигнальчик капаю Так, посмотрим, что нам приготовил этот кусочек. Кстати, последний раз я в этом месте был 9 мая, но ко мне пристал один мужчина, пойдем покопаем, пойдем покопаем, и пришлось очень быстро свернуться, сказать, что ничего не знаю, ничего не ищу. Ебать вколотить! Бинго! Ха-ха-ха! Я разбогател это кольцо. Вот только окислы подозрительные, но... Что же это за колечко? Но не сминается. Это явно какой-то непонятный металл. Ну-ка попробуем отмыть его. Ну, обручалочка точно, а вот возрастный металл непонятен. Золото, конечно, бы сразу выдало бы себя. Но... Ладно, отмою, посмотрю. Итак, у меня есть еще один рядышком сигнальчик. Плюс 30. Кстати, колечко по диаграмме на золото тянет, но окислы нифига не золотые. Копаю. Ай! Ай-яй! Ай-яй! Текс! Ну-ка посмотрим, что здесь могли потерять. Текс! Ща зазырим. Текс! Эх, с этой стороны у меня часы мешаются. Воу-воу-воу! По диаграмме плюс 30. И это троечок. Ха-ха-ха! Похоже, троечок. Сейчас мы его попробуем отстирать. Герб есть. Ага. Блин, ни хрена не видно, но по размеру трояк. И, как мне кажется, здесь есть еще что-то интересное. Так, троечок пока сюда. И мне кажется, здесь из трусов могло выпасть. Точно. Так, еще один. Что за нахрен? Плюс... Плюс... Плюс 30. Но сигналчик непонятный. Ладно, не хрен, копаем. Обед заканчивается. Так. 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 Ну, это не золото. Это не золото. Ни хрена. Ни грамма, ни золото это. Опа. А вот еще один. Ха-ха. Троечок. Экс. Ну, здесь просматривается. Каков год-то хоть. Семьдесят... Семьдесят... Семьдесят третий год. Хорошая педика. Кольцо. И шерезь копейка. Прошла неделя. С тех пор, как я на этом поле нашел копеечку. 1862 года. И, естественно, я приехал сюда еще раз. Направление дороги примерно ясно. И вот интересный сигнальчик. Ну, в общем, думать нечего. Копаю. Тек. Что здесь интересного в этом кубике? Так. Сейчас мы тут его раскромсаем. Оп. 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 Э-э-э-э-э-э. а это это друзья мои украшение лошадки конинка радостная диаграммка я бы сказал веселая между пробкой и монеткой копаю tex tex сейчас мы посмотрим чего здесь в этом замечательном комочке tex берем в ахапочку вот этот все сгребаем бинго бинго монетка сейчас мы ее и пятачок тридцать первый год вот такой замечательный пятачок красивый тридцать первый год красавец вот могли же раньше делать монетки столько лет и такой вид черные предметы я иногда выкопаю чтобы посмотреть в правильном ли направлении я иду это по всей вероятности гвоздь как минимум от телеги наверное оказалось что это вот чего я не ждал увидеть так это в нижегородской области это это нонсенс кстати наличие этой монетки легко объяснимо скорее всего это потеряли паломники с украины интересный кусочек стекла субботу я искал дорогу направление нашел но предметов на ней нашел очень мало и воскресенье вот оставился в таком интересном месте интересный сигнальчик плюс 35 копаю а копать и не пришлось это шестереночка от часов вещь конечно интересная но мне не нужная не менее интересный сигнальчик но он прыгает от плюс 20 до плюс 40 и комары собака текс копаем нефиг смотреть текс текс сейчас мы посмотрим что у нас здесь купа текс это монетка это 20 копеек какой же год ой какой же год пятьдесят пятьдесят третий отлично похоже нетронутый огородик я нашел плюс 38 37 38 37 копаю текс 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 ну-ка посмотрим кто у нас здесь вот такая желтенькая вот такие монетки красивые 3 копейки 56 год вот такая вот как они сохраняются хорошо удивительно просто берём стены немного от 0 до плюс 30 даже плюс 10 капаю перчаточки которыми я пометил место отлично сейчас мы посмотрим кто здесь спрятался так так сейчас мы а ей так да что ж так опа так да выглядит грустновато но эта монетка советская монетка но вот номинальчик ее не виден но щит есть кто это пока не ясно пока не отмоешь вот такие сигнальчики похожие на пробку конечно стоило бы пройти но слишком он ровный копаю сейчас мы посмотрим кто это это не 60 это не цари это какая-то хрень возможно пробка сейчас мы все узнаем что здесь цари хрень и пробка так ибо и чё такое да найти такой в нижгородской области после гривны фу гривны украинской монетки это 5 мнг так а что же такое 1959 год Бугднарамдах монгол вот это да это огородик ладно в общем на сегодня наверное раскопки закончились вообще я еду с рыбалки вот так вот и и и и и и